Привет, дорогие друзья! С вами Ульяна Ро, специально для сайта всесоки.ру. И сегодня мы готовим удивительный мексиканский рис, сыроедческие закусочные табули и восхитительный суп-пюре из помидоров, перца кабачка и петрушки в универсальном миксере измельчителя ханил титаниум. Нам понадобятся самые красивые и разноцветные овощи. Красный, белый, желтый перец, петрушка, помидоры и цветная капуста. Такой миксер-измельчитель всего за пару секунд легкими подбрасываниями превратит соцветие цветной капусты в настоящий сыроедческий рис. А вы такой уже пробовали? Я уверена, вам понравится. С ним, кстати говоря, можно делать еще и суши. Щелчок и блендер уже в наших руках. Также легко вынимаются и лезвия. В комплекте их три. Благодаря этому мы можем дочисто собрать все содержимое, все, что мы в нем намесили. А теперь займемся приготовлением соуса. Белый перец, помидоры, кабачок, который я нарезаю при помощи керамического шеф-ножа от компании «Все соки». И, конечно же, петрушка. Применяю сначала режим легкого подбрасывания и перемешивания, а затем и мощного взбивания. Мелкая зелень понадобится нам для самого мексиканского риса. Добавляем в него совсем немного соуса. И дополняем яркими овощами, желтым, красным перцем, зеленью и перемешиваем. Правда, аппетитно? Такой рис можно подавать в качестве отдельного блюда, а также использовать в качестве начинки для сыроедческих табули. Это ярко и оригинально. Я использовала красные и желтые перцы. Впрочем, эта закуска может быть подана на ломтиках огурцов, помидоров, кабачка, листьев пекинской капусты и хрустящих сыроедческих хлебцев. Вот такие два блюда у меня получилось. Кстати говоря, наш соус — это еще и суп. Суп-пюре. Он восхитительный на вкус. Очень рекомендую попробовать. Если вам понравился этот рецепт, вам придутся по вкусу и другие. Подписывайся на наш YouTube-канал, ВКонтакте, Instagram, Facebook и будь в курсе всех обновлений. В этом ролике использовались миксер-измельчитель «Ханил» с тремя насадками в комплекте, качественная бамбуковая посуда, доска и керамический нож шеф-повара.